МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотни товаров, тысячи наименований. Мы покупаем продукты и посуду, одежду и игрушки, бытовую технику и мебель. Но не догадываемся, что происходит с вещами, прежде чем они окажутся на магазинной полке. Люди покупают бытовые приборы, в основном, ну, сердцем и красотой, да? Но красивый прибор, вы никогда не знаете, что у него внутри и чем закончится ваша история. Чтобы мы были уверены в безопасности, скребут, бросают, режут на лоскуты, сжигают и заливают водой. Так тестируют вещи в многочисленных лабораториях и испытательных центрах. Здесь на страже качества стоят последние достижения современной науки и технологий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тарелка или погремушка, чайник или стиральная машина. На любом товаре, попавшем на прилавок магазина, можно найти знак российского стандарта качества РСТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За этими буквами стоят десятки тестов и сотни измерений. На каждом бытовом приборе, если вы заметите, есть аббревиатура РСТ. Этот знак говорит о том, что прибор соответствует ГОСТам и прошел определенные виды испытаний. То есть, если этот знак есть, это гарантия качества этого изделия. В этой специализированной лаборатории тестируют бытовые приборы. От выключателей до электроплиток. Проверяются самые неожиданные параметры и варианты эксплуатации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Например, чайник не должен вспыхнуть, даже если в него забыли налить воду. А длина его шнура быть не больше положенного. В стандарте на чайник есть требование, что длина шнура чайника должна быть не более 75 см. Связано с тем, что если шнур будет длинный и чайник будет стоять на столе, маленький ребенок может случайно задеть шнур и опрокинуть чайник на себя. Полный цикл проверки на безопасность длится не менее двух недель. Любая оказавшаяся здесь вещь подвергнется более 30 испытаниям. Зарядка для аккумулятора или кухонный комбайн пройдут и огонь, и воду, и медные трубы. На нагрев, на ожоговую безопасность, на пожарную безопасность, на безопасность при ненормальной работе. Вот это довольно интересный момент. Прибор должен быть безопасен в случае небрежной эксплуатации. То есть хозяйка забыла поставить посуду на плиту, и она работает на полную мощь, начинает греть помещение и стены. Это опасность пожара. Чтобы оценить пожарную безопасность электроприбора, его тестируют на специальном черном стенде. Он имитирует обычную кухню с деревянными поверхностями. Но в отличие от кухни, стенд полностью покрыт точками-термодатчиками. Диаметр каждого с подушечку пальца. Это стенд. Я его сейчас включаю. Выставляю необходимое для испытаний напряжение. Сейчас тестирование проходит компактная электроплитка. Задача специалиста – определить, насколько сильно нагреются ее детали и ближайшие к ней поверхности. То есть тем самым имитируются нормальные испытания, которые бывают в быту у хозяйки, например. Для полного соответствия с использованием в быту на плитку установлены испытательные сосуды, напоминающие кастрюли без ручек. Но в отличие от кастрюль, выполнены они в соответствии с инструкцией к тесту. Размер, объем, материал, из которого они сделаны, все жестко регламентировано. Когда вода в сосудах начинает кипеть, специалист приступает к измерениям. Важна не температура нагрева ручки или шнура, а разница между ней и температурой окружающей среды. Ну, сейчас 27, 28,1 градуса. Абсолютное значение на ручке. Если вычесть окружающую среду, это где-то порядка 20 градусов, это значит, превышение будет 8,1 градуса. Это для ручки допускается. Для таких ручек допускается превышение 60 градусов. Приборы, предназначенные для работы, на улице проходят дополнительные испытания. Например, оконный вентилятор должен выдержать многочасовое пребывание на дожде. Как мелкую морось, так и крупный ливень. Проверить стойкость прибора к влажности помогает установка искусственного дождя. При этом прибор находится без напряжения. После того, как это испытание проведется, он подвергается испытанию на электрическую прочность. Тем самым определяется пригодность данного прибора для использования на открытом воздухе. Испытание, да, это красиво, когда что-то греется, когда что-то поджигается, там в целом прибор. Но дьявол в деталях. Самое главное, это то, из чего прибор сделан. Это компоненты. Один какой-нибудь маленький терморегулятор, который ограничивает температуру при работе прибора, он может привести к большому пожару. Поэтому приборы разбираются буквально до основания. Пластик должен пройти тест на термо- и огнестойкость, устойчивость к воздействию высоких температур. Для этого существует два стенда. Вот, в частности, первый стенд, который может определить огнестойкость данного вида изолятора. Кусочек пластика закрепляется внутри камеры напротив металлической петли. Спустя пару минут петля нагреется до 750 градусов. Остается только ждать, выдержит ли материал такую серьезную проверку или расплавится без остатка. Если в камере загорится бумажная подложка, пластик испытания не пройдет. Вот этот материал не пригоден для применения. Иногда приходится работать в противогазе или в специальной маске или в специальных перчатках. Здесь не горючие стены, здесь везде огнетушители. То есть безопасность персонала превыше всего. Но, в общем-то, конечно, у нас были случаи возгорания и случаи, когда что-то взрывалось. Но ничего страшного, кто-то должен быть первым. Испытанию огнем подвергаются не только вещи, которые должны нагреваться, но и те, которые для этого не предназначены. У меня в руках образец напольного покрытия. Мы будем его испытывать на воспламеняемость. И мне нужна будет лишь часть этого покрытия. Паркет, ламинат или ножка табуретки. Все деревянные поверхности проходят через подобную установку. В ней материал нагревается, как во время настоящего пожара. Когда огонь еще не коснулся вещей, но воздух уже раскалился. Таким образом, специалисты подтверждают устойчивость материала к возгоранию. Сейчас вы видите и даже слышите, как начинает трещать материал. Посмотрим, что будет с ним дальше. Специалист отмечает, при какой температуре загорелся образец. Если она соответствует норме, напольному покрытию присвоят высокий уровень пожарной безопасности. После испытания одного образца вывод сделать нельзя. Нужно будет провести еще серию испытаний аналогических образцов. Но большинство вещей, попадающих в эту лабораторию, проходят более щадящие тесты. Табуреты, шкафы и кресла испытываются на главный критерий износа стойкости и длительность службы. Дольше всех испытывается мебель для сидения. Потому что в процессе эксплуатации мы садимся, облакачиваемся на спинке, на креслах катаемся, облакачиваемся на подоконнике, ложимся. То есть всячески ее мучают мебель. Это испытания на долговечность и усталость сидения стула. После нормативного количества циклов мы смотрим, есть ли деформация на стуле или какие-то различные повреждения. Нормативное количество циклов 20 тысяч приседаний. Пресс без остановки придавливает сидения, имитируя вес человека. Офисные стулья на колесиках должны не только выдерживать средний вес владельцев 75 килограммов. Поэтому катаются по стенду туда-сюда, по 25 сантиметров в каждую сторону. За неделю испытаний они успеют проехать 500 метров. Ну, это контролируется вот непосредственно опору качения, которые могут при определенном количестве циклов сломаться, лопнуть, треснуть, вывалиться из крепления. Крепость ножек табурета проверяют по-настоящему экстремальным методом. Табурет будут бросать с высоты 1 метр 10 раз. Вдруг при эксплуатации его тоже будут ронять. Данный испытаний показал, что табуретка и ее ножки прочные и после 10 падений видимых разрушений не обнаружены. А шкаф автоматически закроется и откроется 40 тысяч раз. Если дверные петли выдержат такую нагрузку, то в обычной квартире этот предмет мебели прослужит хозяевам не меньше 5 лет. Мы садимся на мебель, лежим на кровати, открываем-закрываем двери, ящики. То есть это довольно-таки частые, ежедневно повторяющиеся нагрузки. И должна мебель все эти нагрузки выдерживать срок своих эксплуатаций. Это 3-5 лет. Это бегущая дорожка. Особый стенд для испытаний детских колясок. Поверхность дорожки покрыта искусственными неровностями. По ним коляска будет бежать со скоростью 3 км в час. 20 часов без перерыва. Так положено по регламенту испытаний. Колеса обязаны выдержать любую тряску, а сама коляска не развалится от нагрузки. Если в ней после забега не обнаружат дефектов, значит, тест пройден успешно. Приоритетных групп товаров как таковых нет. Для нас что испытания винтика, что испытания коляски, холодильника одинаково важно, одинаково значимо. В отличие от детской коляски игрушки подвергаются более серьезным испытаниям. Игрушки у нас проходят 99 тестов. Ну, конечно, не каждая игрушка проходит все эти тесты, а в зависимости от того, из какого материала она сделана, у каждой игрушки свои тесты, каждая игрушка индивидуальна. Есть и стандартные тесты, которые приходится пережить и кукли, и машинки, и погремушки. Это испытания на прочность корпуса. Все игрушки роняются высоты детского роста и бьют металлическими брусками. Конечно, мы проверяем такую игрушку обязательно на прочность корпуса, чтобы ребенок, стуча, допустим, по кровати или по какой-то жесткой поверхности, металлическая игрушка. Чем сложнее игрушка, чем больше в ней деталей, тем большему количеству тестов она подвергается. Учитываются самые невероятные варианты. Ребенок не должен удариться, порезаться, поцарапаться. Например, эти металлические формы имитируют горло ребенка. Если игрушка у нас выходит за нижнюю плоскость шаблона, значит, ребенок ее может туда засунуть горло и поцарапать горло, и нанесет тебе травм. Игрушки с двигающимися деталями проверяются металлическими щупами под размер детских пальцев. По нормам безопасности отверстия в игрушках могут быть либо меньше 5, либо больше 12 миллиметров в диаметре. Здесь 5 миллиметров. А плюшевых котов и тигров рвут на части, проверяя прочность швов. В мягконабивных игрушках обязательно, конечно, проверяется внутренностью, каким материалом набито, насколько это все однородно, нет ли мусора. Если это гранулы, то гранулы должны находиться в мешочке отдельном, зашитом. Для одежды важно не только как зашито, но и из чего сделано. В тестировании одежды безопасность – это точность состава ткани, заявленного производителем. Существует несколько методов определения сырьевого состава. Это с помощью горения, химические методы и микроскопия. С помощью горения что мы можем посмотреть? Насколько, как горит образец, какой дым, запах, остаток от образца остается. Вот две рубашки. Первая – из чистого хлопка. Вторая – на 20% состоит из полиэстера. Так указано на ярлычках. Самый быстрый способ убедиться в этом – поджечь образец ткани. Натуральное волокно быстро тлеет и пахнет сженой бумагой. Это однокомпонентное волокно, то есть хлопок. Производитель нас не обманул. Образец ткани с синтетическим волокном будет гореть совсем по-другому – черным пламенем. Если вы приглядитесь, то видите, как здорово у нас горит с черным пламенем этот образец. Вот здесь будет недостаточно только с помощью горения определить состав. Точный состав ткани поможет определить микроскопия. Волокна разных тканей при сильном увеличении выглядят совершенно по-разному. Хлопок под микроскопом выглядит плоской скрученной лентой. Полиэстер – круглой гладкой трубочкой. С помощью микроскопа мы можем высчитать процентное содержание и одного, и второго волокна, но по подсчетам здесь получается 80 полиэфира, 20 хлопка. То есть наш состав, проверенный, не совпадает с тем, что замаркировано на изделии. Но вещи должны быть не только безопасны, важно и то, как они будут справляться со своей работой. Если на сковороде указано, что ее покрытие антипригарное, воспитательные лаборатории смогут это подтвердить. Во-первых, антипригарное значит стойкое, поэтому на опытный образец наносят несколько капель концентрированной соляной кислоты. Если в течение минуты на поверхности сковороды не вздуются пузыри, покрытие действительно стойкое. Производительное испытание мы можем сказать, что данное изделие качественное, так как пузыри появились не ранее, чем через минуту. Во-вторых, проверяется сцепление металла с покрытием. В быту сковороду можно случайно поцарапать ножом или вилкой. Здесь же поверхность специально надрезается скальпелем. Данное покрытие на этой сковородке хорошо заметно, потому что она хорошо предлагает металлу, практически не отсоединяется от него. Но главное для такой сковороды тест на неприлипаемость продуктов. На образец наливают ровно 20 миллилитров молока и ставят нагреваться. Уже через 30 минут молоко присыхает. Невооруженным глазом видно, что подгоревшая корочка легко отходит от антипригарного покрытия. Если молоко очищается хорошо, то можно сказать, что данный образец качественный. То есть в быту та же яичница у вас не перегорит и хорошо отойдет от сковороды. А это лаборатория для тестирования пылесосов. Согласно ГОСТу, этот вид техники проверяется вручную. Для проверки пылесосов на нитесборочную способность мы раскладываем на ковре нитки, но не хаотично, а определенным способом. Доказано, что этим способом нитки собираются пылесосом труднее всего. Специалист раскладывает четыре ряда ниток в определенном порядке. под углом 45 градусов. Каждый ряд по 70 сантиметров. Длина ниточек тоже регламентирована 50 миллиметров. Затем нитки приминаются тяжелым валиком, как будто по ним долго ходили. Раскатываем также определенное количество раз, по пять раз в каждую сторону, то есть десять раз. пылесос. И так наш пылесос отлично справился с своей работой, в отличие от некоторых пылесосов той же ценовой категории. Чем сложнее агрегат, тем больше параметров учитывается при проверке. Самые серьезные испытания проходят стиральные машины. Дело в том, что стиральные машины являются все-таки, наверное, наиболее сложным агрегатом. В этой лаборатории машины работают круглосуточно. Закончился один цикл стирки, 15 минут перерыва и запускаются снова. За восемь месяцев испытаний стиральные машины отработают столько же, сколько за десять лет в обычной квартире. Стиральная машина должна отработать 230 циклов. Цикл это восемь стирок разной программы. То есть ориентировочно 1480 стирок она должна выполнить. Результаты тестирования техники в исследовательских центрах всего мира обычно сравнивают. Поэтому, где бы ни проводилось испытание, условия для стиральных машин должны быть равноценными. Для функциональных испытаний стиральных машин применяется стандартный порошок, оговоренный в международном стандарте. Это необычный порошок, он состоит из трех частей, основа так называемая, перборат и отбеливатель. Международный стандарт требует, чтобы жесткость воды, которая в первую очередь влияет на отстирываемость, была 2,5 миллимоля на литр. Одинаковыми должны быть не только порошок и вода, но и вещи для стирки. После завершения цикла испытаний некоторые из этих тряпочек приобретают вот такой вот вид. для проверки качества отстирывания даже образцы загрязнений для всех лабораторий мира одинаковы. Здесь присутствуют четыре загрязнения. Это незагрязненная полоса хлопка, здесь загрязнение минеральное масло сажа, загрязнение кровь, свиная кровь, натуральное загрязнение, здесь какао и красное вино. То есть органические, неорганические загрязнения, но натуральные загрязнения. так выглядят искусственно испачканные полоски ткани стрипсы. На каждом имеется контрольный образец чистой ткани. С ним будут сравнивать степень отстирывания ткани после теста. Кроме расходных материалов во всех испытательных центрах мира есть и эталонная стиральная машина. Эталонная значит надежная и справляющаяся со стиркой так, как положено по регламенту. Она является точкой отчета. Потому что много всяких факторов, влияющих на качество стирки, на эффективность и так далее. И здесь все параметры воздействия, скорость отжима, количество воды, заливаемое, электропотребление, все прочее, оно строго регламентировано и является точкой отчета так, чтобы можно было сравнить результаты во всех лабораториях. В многочисленных испытательных центрах тайную жизнь успевает прожить множество вещей. Мало кто догадывается о ней, ведь важны не сами тесты, а результаты. Вещи должны быть безопасны и удобны, и приобретая их, мы можем быть в этом уверены. Субтитры